Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 665. События дня. Книга Порока Малахии, 2.7. Уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его за 8 октября 2017 года. Воскресенье. Восемь утра. Богослужения. Батюшки нет. В храме натопили. Какая-то печка купленная, хорошая такая. Прямо все раздевшая. На улице холод, застывшая. После богослужения на улице небольшое собрание объявил. Занятия в час дня. Ну и какая тема занятий там. Такое все. В час дня, значит, пришли. И занятие разбито. Вступление было сделано отдельно. Занятие и завещание я дал. Если уезжаю, может, никогда не вернусь. И все. Это снято. Там можно будет потом посмотреть. После занятия попросили Романа Малыша на своей машине провести на первый-второй мостик и на шлюз и на Рыжковский пруд. Хотелось все проверить как. Потому что вода идет очень сильно. Родники, видимо, и то, что снег тут таять начал. Нигде ничего не нарушено. Все сохранилось. Вот весной, если сильный поток будет, там уже неизвестно как будет. Ну, здесь все, как было намечено, так и идет. Вода проходит. Камень внизу. Свободно проезжаем. За 25 лет первый раз проезжать можно осенью. Все разорвано. Связи нет с этой стороны. А сейчас есть связь. Ну, конечно, все размокло. Земля. И на самую дамбу в втором мостике заезжать не стали. Там глиной мотает все. Потом провел их на голубяти. У меня не будет. Чтобы смотрели. Вот звонит Татьяна Капустина. Проверяет, как я тут. Вот так. Если долго звонит, тогда я открою. А так нет. Позвонил, значит, все в порядке. Слава Богу. Ну, и кошек вчера решили примирить. Так как везти в одно. А жили у меня здесь Буско. А у Володи Рыжая с Палей. Паля, Паля звать котенка. Пушистый такой. Ну, вот. Никак мировая не берет. Ну, день прошел. Я их и в коробку толкал отдельно. Которое повезу. Там они молчат. А здесь сразу. Ну, фыркает. Я считаю, виновная здесь. Буско, которая у меня была. Она к себе не подпускает нисколько. Кошку. А маленькая резет где-то. А она раз ее помолит. Агрессор. Ну, а эта заступается за свою маленькую. Рыжая эта. Ну, вот так. Это все события. События, потому что готовимся переезжать. Во вторник. Ну, и объявил, что помогли Виктору Николаевичу Савченко с машиной разобраться. Что-то не ладится. Чтобы готова была на ходу поехать. Ну, посмотрим сегодня. А потом я собирался с Серафимой Гаврииловной Плотниковой. Просила, чтобы я пришел. У нее там побеседовать надо. А гляжу, она сама пришла. Я только вышел. Выхожу из дома. Она вот она. Ну, мы зашли в комнату Володи отдельно. И долго беседовали. По-хорошему о Сыне ее. Ну, все сводится к молитве. К молитве. Ну, вот так. И вот наши ресурсы. Показать сразу же. Это «Люблю я мой мир». На него переносится все, что ставится в Ютубе. Но ставлю не я. Только снимаю. Знаешь. Кто приходит, тут все. Дальше есть наш форум. Богатые вступления. Вступление такое интересное. Во свете Библии поет профессиональный певец. Видно. 1600 тем. Вчера тут тема спрашивали. Про крошенение Каваславика. И как он. Что, дескать. Признаете? Нет. Он ангел. Он пророк. Да какой он пророк. Ребенок. Это мать одна его там колонизирует. Никто его не знает. Ребенок десятилетний умер. Вот надо, чтобы был свой человек на небе. Он там помогает. Ну, язычество. Галимое. Вот. Ну, я эту тему взял. Вот. Степаненко Максима. С указанием. Вот. Культ почитания псевдо-святого отрока Вячеслава Крашенинникова. И вот здесь все написано. Ткнуть только и найдете ответы. Что интересно, я вчера задумался об этом. По основным важным вопросам наше мнение и наши материалы не расходятся с патриаршами. Об ННН. Вот. Это последнее время. Это даже пророчества. Ну, которые официально, а не те, которые там подзаборные какие-то мнения. Официально. Не расходятся. Вот эта встреча патриарха была с французском. Я точно так же смотрю, как об этом говорят. И не то, что их поддакивает кто-то. Я совершенно независимо и даю мнение от них со священным писанием, сверяя. Ничего там не было. Вот так вот. Нагоняют монахи. А дури. То, что сидят, ничем не занимаются. И поэтому вот вцепиться в кого-то им надо показать. Вот. Разные шляхи там эти поднимаются. А тронет только. Там труха одна. Ничего нет. Ни писания не знают. Ни каноны. Ничего нет. А вот ни с кем не молиться. Да с тобой-то старые обрядцы на одном поле не сядут. Их отлучают сразу за то, что с еретиками, с никоньянами знаете. С гонителями и прочее. Все забыто. И вот выступает, где-то говорит. Пустая аудитория. Никого нет. Ну даже одно только. Что бреется и в галстуке. Бреется. В 80 лет. Ну еще непонятно-то тут. А никакой роли не играет. Платок, не платок. Никакой роли не играет. То есть свое лживое, комфортное христианство сделали. Ничего не значит. Ну посмотри на совершеннейший Христос. Бога-человек. Посмотри, как он. С бородой. Апостол с бородами. Ничего она не значит. А почему? Потому что по стихиям мира, а не по Христу. Бреется мир. Я буду бре. Вот такое залихвасткое. Как Петр Первый, кажется, говорил. Вид подчиненного должен быть лихой и придурковатый. Вот это все из священства. Все сейчас входит в это. И вчера я завещание давал и говорил. Никогда не входить в патриархию. Знаемся вместе. Можем быть. Встречаться, причащаться. Никогда. Почему? Они слово не держат. Это самое страшное. Он сказал и тут же отрекся. Назавтра. Сказали сверху. Он не будет стоять. Он не пострадает. И живет эту коротенькую жизнь на четвереньках. Ну распрямись однажды. Встряхни с себя это иго на вождение. И он не понимает. А если тебя слушаешься, ты канонов держишь. Гуру, гору. Вот начинают. Гуру. А это младостарщица. Слова, которые говорят там. Там Осипов. Они их повторяют. И глядишь, как безумные ведут себя. Нормальный разговор и не получается никак. Я говорю. Вот так написано. А он глаза закатит под потолок и лопит свое. То есть, чтобы быть компанией, как я называю, кодлый. Броситься на всех. Ну, когда собаки кого-то терзают. Там где-то загоняют и на медведя. Кучей. Так и это. А с одним разговариваешь, он еще пешка пустая. Не место писания. Говоришь, что он, внимание, какой-то сектант. Одинаково все. Как о голодышах. Как отец у нас говорил. Ну, что говорит-то. Я никогда не отвечаю на эти вопросы. Все отвечено. 1600 тем. Бери. Вот. Или вот здесь у нас наш видеоканал православный. 8350 роликов. Ну, можешь для себя найти. По плейлистам все разбито. Вот сейчас кто-то зашел. Я не знаю, кто сейчас вот толкнул просто сходу. Вот цифра 1 появилась. Ну, если матерится, ругается, я еще могу сказать. А больше баптисты сейчас все нападают. Что? Пользователь добавил комментарий. Собаки так людей напоминают. Ну, ничего нет такого. Вот и все. А тут о тысячелетнем царстве Дмитрий Николаевич пытается говорить. Будет после погиблия Антихриста. Тысячелетнего царства после погиблия Антихриста. Ничего. Писание-то не знает. Отсюда видно темные очки. Вот они у него и в галстуке. Таким я вообще не отвечаю. Еще он скрывается. Конечно, бритый, но еретик. Любой. Вот заходит, и еретик. Хилиазм. Ересь, слово, динаминация и конфессия. Два слова сатана прикрыл. Жуй теперь. Слова ересь вообще нет. Не знаю. Ну, хоть без матерков обошлось. Вот баптисты были. А их при приезде к нам тут беседуем. Сколько уже проходит месяц. Непрерывно ругаются. Ругаются ужасно на меня. А ничего нету. Я не придумаю. Люди беседовать нет, не терпят. Они, ну, никакие. Еретики. Еретики жирные, сытые, бритые. А они вот верующие. Да посмотри, глаза-то пустота. Говорит, затылок видно. Посмотришь. Говоришь-то с ним. Ни поста, ни креста нету. Ни пояса, ничего нету. Чем вы отличаетесь от мира-то? Чистые от нечистые вообще не отличают. Не пьем, не курим. Ну, и что? Не пьем, не курим. И пьют, и курят. Я уже знаю, в Барнауле Ваня Рубцов тут был. Стоит на остановке, курит. Да что, мне врачи так прописали. Не надо говорить. А вот они не блудят. Да блудят еще, по-мусульмански живут. Вот здесь, в Барнауле, Сергей Толстенко. Три жены сразу одновременно, а трех у него дети. Я говорю, а что же это Люба-то оставил-то, Толстенко, Люба? Девять ребятишек. А она меня к себе не допускала. Ну, жеребец настоящий. Девять ребятишек, и она его к себе не допускала. Другая ходит. Там перечислять их, что ли? Да любого спроси. А этот сын-то уже подрос, от другой жены подошел и говорит, папа, я тебе не отец. Он, это так интересно. Ну, незаконный ребенок, но все равно же отец. Вот они и не блудят. Ну, куда денешься-то? Стали исповедовать. Исповедовать мы добились. Я говорю, вы исповедовать начните. Я, казалось, молодежь добрачные, внебрачные связи имеют. Потом, а я близко с ними знакомый, с пресвитерами. Ну, не надо говорить. А почему на исповедь не ходите? А одна исповедь, и все кверх тормашками полетела. Каждый сам себе хозяин. И делал то, что казалось справедливым. А что справедливым? Встал, наелся. Я знаю их очень хорошо. 55 лет с ними встречаюсь. Сколько из них пришло в православие. Стали священниками. Любят Бога. Страха Божия, если нет, то ничего и нет. И вот здесь их тронули. Они приехали сами. Уже сколько раз будут благовестники. Поют. Ну, где это видно? Я думаю, что с хором. Хор ездил апостолы. Ну, нигде нет этого-то. Ну, посмотрите. Хор набрали эту молодежь. Она ничего не знает. Я спасен. Он спасен. Живет по-мерзки совершенно. Его не заставишь застегнуть пуговицу даже. Упрямо. Наденьте платки. Нет, это платки, когда молятся. Ну, сейчас и тут же стали молиться, а они стоят без платков. Ну, что лгать-то? Они не молятся, потому нет платков. Не молятся. А молиться-то не означает, что на колени становиться-то. Как нееме. И я помолился. Где? Перед царем. Да то, чего же он? Ну, то мысленно только соединился с Богом. Не молятся они. Эти ваши без платков стоят где-то. И вот все, где собрались мы вместе. Деноминация, конфессия. И даже эти слова лупят налево и направо. Деноминация, конфессия. Ну, нет этих слов нигде. Деноминация. Это еретики. Этим словом сатана прихлопнул все, как в ловушку. Ересь. Есть истина. Истина – это православие. А ересь – это все остальное с баптистами вместе. Тысячи разных. Сегодня, говорят, 21 тысяча этих названий еретиков. И они ни о чем не говорят. Ну, если тысячелетнее царство будет, а праведники будут вознесены. Но Писание-то наоборот говорит. Прежде. Что? До жатвы. И то, до книг наоборот. Каждое слово. Оставьте, расти, до жатвы вместе. До жатвы. А у них все разделяется. Пришествие Христа не меньше трех. А написано, во второй раз явится. Не для спасения там. Ну, и что? И вот, во свете Библии, православный библейский сайт. Вот здесь тема есть, вопросы, ответы. И сегодня ответ хотя бы на вопрос один мне задают. Вопрос 3510. 22-й том открытым оком. Зачем же вводили войска в Афганистан? Положили там почти 15 тысяч наших ребят. Если все пошло прахом, и теперь там американцы хозяйничают. Вот ответ. Ответ. Вопрос как будто не связан с Библией. Но все же и его можно рассмотреть во свете Библии. Это все звенья одной цепи. Стремление к мировому владычеству евреев. То есть антихриста. Расклад такой, что все должны подойти под одну религию. Под одного правителя, как и протоколы сионских мудрецов, возвещают. И это же говорит Библия. Они не верят в это. Поэтому книги бросили неканонические. Третья ездра 11 глава 46 стихи. И четвертое из них пришло. Победила всех прежде бывших животных. И держала век в большом трепете всю вселенную в лютом угнетении. И с тяготнейшим утеснением подвластных. И столь долгое время обитала на земле с коварством. Возрел всевышний на времена гордыни. И вот они и кончились. И исполнилась мера злодеястей ее. Поэтому исчезнет ты, орел, страшными крыльями твоими. С гнусными перьями твоими. Со злыми головами твоими. Жестокими когтями твоими. И со всем негодным телом твоим. Чтобы отдохнула вся земля и освободилась от твоего насилия. И надеялась на суд и милосердие своего создателя. Какой-то орел. И ни одна голова у него. Вот интересно. И коварство везде. Догадывайся, о ком речь идет. Где это? На знаменах все это изображается. Где орел был? Америка отработала во Вьетнаме с поражением. Теперь нужно в другом конце балансира, социализм, создать нечто подобное. Из-за кулиса и когал подталкивают вторую сторону к подобному и проигрышному. В котором отрабатываются новейшие виды оружия. И люди будут сильнее желать мира, которому и подведет семиглавый зверь. Написаны книги, выпущены репортажи, приведены мощнейшие доказательства. Что в Америке небоскребы и иные взрывы по всему миру организовывают самые же спецслужбы, как и в России. Конечно же, не без ведома президента в этих странах. Это нужно только антихристу из колена данного, то есть когалу. А значит, Шолхан Арух живет и приносит плоды. Что пишут? 1 Фессионатисам 5.4 Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Откровение 13.7 И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. Да все покорится ему. Доспехи тяжкие монахи наложили. Посты, моления с нескудным воздержанием. Старались для народа вытягивали жилы, Чтоб жеребцы на кабыриц своих не ржали. Не помогло, рассыпалось, как из мешка пшено. Пустыни обезлюдили, патриархии сгнили. И на безверие облаял льва щенок, И на акулу поднялась друг килька. Обряд обычаи, традиции, предания, Забыты, позаброшены, без спроса. Предвестники антихриста, еретики отданы, Учителя с прелживейшую тростью. Я мысленно воскресшими их зирю, В растерянности иноческих снов и привидений. Верига хава признанный берюк, С ним ученик-послушник древневредный. Пусть озирают вызревшие фрукты, Безбожество, масонство, ислам. От их монастырей миазмов запах трупный, Базар вселенский разврат раздрай. Неужто ни один бы не качнулся И не исторг пред миром раскаяния? Вину такую осознает чукча, И что-то шевельнется даже в пьяном, Но ни строки, ни звука от монахов, Что проповедь сгубили в купе с благовестием. Великий исполин одним широким взмахом Все смел и растолок булатный пестик. Без обуви, щита, брони и шлема Рекорды ставили в глубинных размышлениях. Евангельскую веру считали лишь условно. Дождались к ним, пожаловал разбойник Ленин. На монастырских стенах сторожа уснули. О, вы, напоминающие о грядущем сыне, Летите, как орлы, быстрее пули. Не меру их Бог за труды отсыплет. 15 августа 2007 года Отвергнулся себя начальный шаг. Первейшая ступень в движении к небу. У неотвергшийся я начнет мешать И требовать начнет сплошные требы. Немногие сумели осознать, Насколько эгоизм наш неприступен. Вокруг амбиций подлая возня, Толочь приходится с событиями в ступе. А это я, мы пестуем с пеленок, Храним и защищаем на дуэли. Долг оскорбителей припомнится в потемках И уязвляем их, представив целью. Все ищем, норовимся схлопотать С запасом удовольствий неприглядных. Медалью высветить для прибыли пятак, В реестр добытых тугрики к нам лягут. Отвергнуться, отречься, пренебречь. Обид копящихся, заслуженных, прилюдно. Гнев изменить на примирение речь, На деле показать, что я не любим. На место собственного я прими Христа, Дай место власти Духа Всесвятого. Борьбу за я немедленно перестать, В зубах застрявшая с постыдностью оскомен. Удар в щеку не вызовет отместку. Смирением к ротости украсится лоза. Лед недоверия к писанию тяжко треснет, Не возвратится я легко назад. Таких попыток будет без числа, Боязнь смешным, безвольным показаться. Но ты борьбу с собой не ослабь, Нам в нашем я смертельная опасность. Преодолевший первую ступень, Свой крест безропотно с достоинством приемли. В жару быть с Господом, Равно в прохладный день, И без отчаяния возвратимся в землю. Ну вот на сегодня все.